вы смотрите канал body film добрым утром мы начинаем грузиться сегодня поездка в монастырь сан-катрин я никогда там не был собралась компания заняться йогой помедитировать и я решил присоседиться съездить посмотреть как это все происходит сейчас мы в это хаби возле сына маркета грузимся вкусит дохаб достаточно пустой 8 часов утра редкие машинки ездят наша компания что-то никак не собираются 825 пассажиры тоже до санкт-катерина так мы приехали в город санкт-катрин выгружаемся из микроавтобуса на котором приехали и будем размещаться в кэмпе макетик самого монастыря на территории кэмпа ну все достаточно уютненько свет должен быть разъезд фонари так что мы имеем пещера накрыта таким цементный потолочек в ущелье днем немножко жарковато но так я проверил комната в принципе прохладная так вот так вот это выглядит номер 66 нумерация в арабском кэмпе 60 следующий шестьдесят шестой нормально так 70 семьдесят седьмой прикольно не 76 это восьмидесятый замазали внизу написали правильно еще есть 102 111 и дверка такая без опознавательных знаков это типа карцер все кэмп закончился нет еще есть двери типа мини вилла тут мини вилла с окошком все дела красивые двери так вот такой вот номер есть какая-то даже москитная сеточка три розетки выключатель что еще нужно для полного счастья все удобства на улице так выглядит вот таким вот образом этот фокс кэмп прогулочка по территории посмотрим как тут все устроено а а а а а а а а а так есть еще такой вот в отца чистенький в лучшем виде душ туалет все очень аккуратно отличное место для паломника 50 фунтов это получается два с половиной евро в сутки а я решил сходить посмотреть как в пустыне добывают воду добывают очень просто роют скважину причем достаточно большую роют до воды такой колодец серьезными стенками и таким образом добывают воду вот выглядит таким образом вот это вот колодец с водой там водичка а а а а а Продолжение следует... Пришли в овощную лавку. Пришли в овощную лавку. И как бы сам город лежит в ущелье. Так, вопрос покушать в этом городе не решается. У нас сейчас без 10-2. И никакие пункты питания не работают. Маленькая кафешка с надписью ресторан Клеопатра. Загружено. Что-то складывают в ящики. К вечернему какому-то празднику. Днем поесть нереально. Поэтому было принято решение обойтись старым проверенным способом, супермаркетом. Взять консервированную рыбу типа ставриды. Взять баночку йогурта и водичку. И таким образом в кемпе все это дело употребив, поспать и часов в 7 вечера выдвинуться еще раз на поиски еды. А пока меня ждет дорога в кемпе. Дорога не близкая. Наверное минут 30 мне потребуется для того, чтобы преодолеть это расстояние. Магазинчики смотрятся вот таким вот образом. Все очень красиво, все очень симпатичненько. Ничего не работает. Можно подстричься. Работает парикмахерская. Водофон сервис пополнить можно. Телефон, любые вопросы. И ресторан Клеопатра глобально занят. Паковкой подарков. Так что вот такое вот городишко. Будем искать возможность для того, чтобы вечером покушать какого-то рисика. Так, принято решение употребить консервочку в обеденное время прямо здесь. В тенечке под деревом. И дальше продолжить движение уже попивая йогурт. Поскольку вилок-ложек у меня с собой нет. Я вот такую вот палочку себе нашел. Сейчас сделаю с нее китайские палочки для еды. И получится очень даже нормальненько. Вот такая вот сардинка. Ну, выбора нет. Упитаться нужно. Вечером уже попробуем раздобыть человеческой еды. Так, всем с добрым утром. Новый день в городе Сан-Катрин. Я отправляюсь пешком, как настоящий паломник в монастырь Святой Екатерины. Вчера очень много про него прочитал. Что это один из самых древнейших действующих монастырей в мире. И монастырь, который на территории Синая, где было максимальное распространение мусульманства, получил охранную грамоту пророка Мохаммеда с отпечатком его руки. То есть, вот такое вот интересное историческое событие. Вчера прочитал в интернете по возможности, сколько с Википедии смог вытянуть. Так что, на сегодня Фокс Кэмп оставляем за спиной. И стоит вопрос, где в течение дня, в ближайшие пару часов, покушать. Надежда есть на то, что при входе в Сан-Катрин какие-то лепешечки, какая-то еда все-таки будет. Но об этом я увижу четко по месту. А сейчас меня ждет 2,5 километра. Вот за спиной у меня видно развилку, куда я буду направляться. И я двигаюсь в Сан-Катрин. Вот такая вот красивая мозаика стоит у въезда в город. С названием Добро пожаловать в город Сан-Катрин. А сама дорога в монастырь, вот у меня за спиной, там еще одна очень красивая мозаика находится. Я ее сейчас сниму и буду двигаться по этой дороге. Вот с перекрестка начинается такая очень красивая мозаика, объемная. начинается 있죠. ... И? ... ... ... ... ... ... остановочка общественного транспорта даже наверное можно будет дождаться автобус как-нибудь вот так это выглядит указатель на новый был солнышко палит достаточно мощно но не сильно жарко все-таки сказывается что дело происходит в горах очень красивое ущелье голден калф название на табличке такс такси вопросов нету ездят постоянно беды че но весь интерес представляет из себя именно вот эта прогулка два километра по дороге ведущий к монастырю санкт-катрин так чекпоинт на въезде в санкт-катрин именно монастырь я прошел сумочку пересмотрели чтобы ничего не заносил лишнего поинтересовались моим красным чехлом к телефону очень мило поулыбались и вот я уже на территории въезда в санкт-катрин так я прошел еще одну рамку уже непосредственно перед входом на дорогу к монастырю все чекпоинты остались сзади предстоит еще где-то порядка 300 метров дойти до самих строений монастыря монастырь меня практически уже впереди вдали видны монастырские строения вот так выглядит подъезд монастырю святой екатерины посетил я монастырь внутренняя часть которая за оборонительными монастырскими стенами она открыта только проход и церковь где идет служба все остальные помещения недоступны все закрыто по территории могут ходить только монахи и открыта территория для паломников где есть кафетерий номера с кондиционерами и сувенирные лавки без проблем желающие могу здесь остановиться переночевать ночь любит за цену я не спрашивал но я думаю что это не дороже чем 50 фунтов за сутки будет ночь такой оборудованной келье целом впечатление очень интересная яркие даже есть облака на небе красивенькие такие все я собираюсь в обратную дорогу с желанием опять таки найти еды и перекусить я в зоне контроля при въезде в монастырь нашел единственное кафе в этом единственном кафе мне предложили единственное блюдо макароны с курицей с щекином сейчас посмотрим как это будет выглядеть цену назвали 70 фунтов что даже по дохабским меркам туристическая зона достаточно недешево так вот такая вот кафешка но так и каркадешечка и харкадешечка так и там на заднем плане и там макарончики у меня в двух кастрюльках протушиваются вот такое вот маленькое кафе где можно перекусить потому что если я не перекушу то дальше двигаться достаточно сложно связи с желанием покушать и достаточно уже жарким днем так мне принесли чудесные макарончики и большой кусочек курочки и подрезанный помидорчик и зеленый перчик и холодный каркадешечка в принципе абсолютно нормальный обед для паломника путешественника в принципе паломнику есть где покушать это очень радует с учетом что я еще не завтракал только попил водички так вот по конечному итогу я закончил экскурсию монастырь святой екатерины покушал макарончиков с курочкой 70 фунтов макароны 25 фунтов супер вкусный каркадешечка и на 5 фунтов мне предложили бедуинского чайку пакетик мармари и того 100 фунтов уложились на все развлекуху все продолжаем двигаться дальше фокс кэмп меня еще ждут вечерние съемочки как покупается чикин половиночка на ужин а сейчас можно до вечера придя отдохнуть вот это очень похоже на древнее кладбище тоже с одной и с другой стороны я поднимаюсь в гору чтобы посмотреть но вот это вот строение открывается очень интересный вид вот такое вот необычное такое облако лежит над горой вот это вот скорее всего гора моисея все вот здесь есть вот это пошла дорога на новейбу дахаб шарм шейх это у нас религиозное сооружение и внутри что то есть табличка стоит 1911 год сооружение явно относятся к постройкам монастыря святой екатерины такая каплычка на сам монастырь вид открывается очень красивый удалось заглянуть в окошко внутри роспись на стенах сохранившийся деревянный алтарь сожалению камеру сюда не просунуть но я не поленился и просунул сюда мобильный телефон тоненький и моему взору после просмотра видеозаписи открылась вот такая вот внутренняя картина в этой каплычки вот еще открывается дальний ракурс монастыря я постепенно ухожу в глубь города наступил вечер я с традиционным развлечением где бы покушать незнакомый город в кемпе можно только чаёчек подогреть это из своего чаю заводки водички поэтому отправляюсь город для того чтобы попытаться скушать кофту удастся рульки мясная кофта она же люля кебаб это будет замечательно или можно зайти супермаркете набрать типа йогуртов шоколадик сейчас дойдем будет и на он и забыл себе шагомер поставить чтобы померить расстояние сейчас поставим курочка жареная рисик картошечка с томатиком овощной салатик горячий супчик превосходный ужин солнце практически зашло у меня за спиной закат вот это вот другая сторона гор на фоне поет мула вечерняя молитва после которой можно кушать вот такой вот закат сан-катрин любимая Продолжение следует...